Рахмон и его преступная шайка отбирает последние права у таджиков. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. В Таджикистане закрыли Независимый Центр по защите прав человека, одну из немногих общественных организаций, которая оказывала гражданам бесплатную юридическую помощь. Житель Душанбе Икром Саторов не сумел воспользоваться услугами юристов Независимого Центра по защите прав человека. В Центре ему сообщили, что организация решением суда закрыта и лишена возможности оказывать гражданам юридическую помощь. Сообщение о закрытии Центра меня серьезно расстроило. Дело в том, что некая строительная компания собирается сносить наши дома. Мы написали коллективное заявление и обратились к юристам этой организации, которые помогли нам своими полезными советами, сказал Душанбинец в беседе. О прекращении деятельности ООО «Независимый Центр по защите прав человека», которое предоставляло гражданам бесплатную юридическую помощь, сообщил заместитель министра юстиции Таджикистана Асадуло Хакимзада 16 февраля на пресс-конференции в Душанбе. По его словам, организация была ликвидирована решением суда района Исмаили-Самани, столицы, от 26 января 2023 года. В качестве причины для ликвидации Хакимзада назвал несвоевременное предоставление уведомлений о финансовой отчетности, о продолжении работы и ряд нарушений в финансовой и трудовой сфере. Правозащитники и гражданские активисты Таджикистана встревожены закрытием общественной организации, которая не только занималась защитой прав граждан, но и оказывала им бесплатную юридическую помощь. А как вы относитесь к этому? Дилараба Самадова, глава Офиса гражданских свобод в беседе, заявила, что Таджикистан нуждается в таких организациях, как Независимый центр по защите прав человека. В Таджикистане очень мало адвокатов в сравнении с другими странами региона. Власти должны не ликвидировать, а наоборот, всячески поддерживать организации, которые оказывают людям бесплатную юридическую помощь, говорит правозащитница. В Независимом центре по защите прав человека работали юристы и адвокаты, которые бесплатно защищали права граждан и в громких уголовных делах, и в делах, связанных со сносом домов в столице. Адвокаты организации, в частности, представляли в судах интересы арестованных журналистов. Шакир Джон Хакимов, доктор юридических наук, не исключает, что решение о ликвидации Независимого центра по защите прав человека было принято после того, как адвокаты организации осенью прошлого года выступили в защиту гражданских активистов и арестованных журналистов и блогеров. Это решение не улучшит имидж Таджикистана в области защиты прав человека, считает известный юрист. Исполнительный директор Независимого центра по защите прав человека Шаира Давлатова сказала, что процесс ликвидации продолжается, поэтому не может комментировать этот вопрос. По ее словам, решение суда было вынесено 26 января этого года и пока еще не вступило в законную силу. Правозащитница сообщила, что у сторон будет еще месяц срока после вступления в силу решения суда о прекращении деятельности центра, а спорить его в судебных инстанциях. Тем временем, один из сотрудников общественной организации сообщил, что Независимый центр по защите прав человека предоставил суду аргументы против претензий Минюста Таджикистана. «Наше заявление находится у судьи. Решение суда о ликвидации центра мы пока не получали», добавил собеседник, который предпочел остаться неназванным. По его словам, сотрудники Минюста превысили свои служебные полномочия, но каким образом, он не пояснил. Сообщается, что слушание в суде по делу о ликвидации Независимого центра по защите прав человека заняло всего один день. Независимый центр по защите прав человека была одной из немногих общественных организаций, куда люди обращались для получения бесплатной юридической помощи. ООО «Независимый центр по защите прав человека» был создан в 2010 году спустя 5 лет. Прошла перерегистрация у Минюсти страны. За последние два года юристы центра оказывали более 400 гражданам бесплатную юридическую помощь. «Как вам такая ситуация? Почему у нас в Таджикистане такого не любят?» Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!